ПЕСНЯ 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 Назов коммунистов Стальными ретами Под знамя Совета Под красное знамя Мы красного фронта И мы не отступим Сбудись на его И мы не отступим Сбудись на его ПЕСНЯ 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 Огонь ленинизма Наш путь освещает Наш турм капитала Весь мир поднимает Два класса столкнулись В последнем бою Товарищ Борис За свободу свою Два класса столкнулись За свободу свою Два класса столкнулись ПЕСНЯ ПЕСНЯ Огонь ленинград Завелось мое За свободу свою ПЕСНЯ Завелось мое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzок 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Добро пожаловать на наш канал! 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 Спасибо за просмотр! Добро пожаловать на наш канал! 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 интересы, бороться за свои экономические интересы, за зарплату, за улучшение условий труда и, конечно же, за сокращение рабочего времени. Без этого серьезных улучшений не будет. И буржуазия сегодня в этом не заинтересована, в улучшении нашего положения. Наше положение можем улучшить только мы сами. Ну и, конечно же, я призываю всех рабочих объединяться в партию, потому что партия – это наивысший орган, это авангард рабочего класса. И такая партия есть. Это рабочая партия России. Я являюсь членом рабочей партии России. Призываю всех, товарищи рабочие, давайте объединяться, бороться за наши интересы без организации, без своей. Положение наше будет только ухудшаться. Это показывает и практика, что мы постоянно проигрываем. У нас все время забирают. Наша зарплата уменьшается, ее содержание, экономическое содержание зарплаты уменьшается постоянно. Все дорожает. Поэтому самое лучшее для нас, для рабочих, это организоваться в партию. И сейчас есть телевидение, рабочее ТВ, фонд рабочей академии. Есть все возможности для учебы. Но, чтобы учиться, надо сокращать время рабочее. А чтобы сокращать рабочее время, увеличивать свободное, нужно опять же бороться. Это как замкнутый круг получается. Но, вот, надо начинать с чего-то. Появится время, будет возможность учиться. Будет возможность учиться, будем объединяться, бороться. Будет улучшение у нас. Пойдет. Так что, товарищи, еще раз поздравляю вас. Давайте все вместе добьемся лучшей жизни для всех трудящихся. И если мы будем бороться, то и положение улучшится у всех. И у интеллигентов, и у врачей, и у учителей. Но вся надежда на нас. А без нашей борьбы все будет только хуже, хуже и хуже. Но я верю в наш рабочий класс. Мы обязательно поймем это, осознаем и добьемся. Добьемся улучшений. И в конце концов, разобьемся до такого, до таких масштабов, что создадим советы и в конце концов возьмем власть. Это обязательно случится, товарищи. Поздравляю вас. Здравствуйте, товарищи. Сегодня мы все вместе, наша рабочая партия России, вместе со своими единомышленниками, соратниками, коммунистами, можно сказать, со всего мира приехали к нам праздновать. Отмечаем столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Это величайшее событие в истории не только России, но и всего человечества. И чем дальше мы, так сказать, живем, чем больше изучаем, так сказать, историю, изучаем марксизм, мы понимаем, насколько это важное событие в истории человечества, которое еще зачастую недооценено. Но, я думаю, настанет время, когда эта дата будет, ну, во всех, у всех народов одна из ключевых. То есть, день Великой Октябрьской социалистической революции. Первой победившей пролетарской революции в мире. Поздравляю всех с праздником. Желаю здоровья, счастья, успехов в борьбе, ну, естественно, победы коммунизма. Спасибо. С праздником, дорогие товарищи! Ура! Да, здравствует Великая Советская Революция! Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи! С днем Великой Октябрьской социалистической революции. Ура! Ура! Здравствуйте, товарищи! Революция! То, о чем мы мечтали, много лет свершилось. Царь, уже пять месяцев как неудел. А Керенский, что, черт возьми, он нам дал? Дал ли он нам хлеба? Нет. Он говорит, что война должна быть до победного конца. До какого победного конца? Немец уже в Риге! А он говорит, что надо дойти до Берлина. Он не наш человек. Он против, против русского народа. Мы это знаем. Временное правительство. И министра вооруженных сил Керенского надо свергнуть. Ну и что? И что, что в Июльском путче? Они поставили пулеметы в Петрограде. И перебили, и перебили много наших. Ой, как много! Но на одного встанут двое! Ей-богу встанут двое солдат революции! Нельзя забыть это! Нельзя! Мы верим, что свою свободу завоюют не царь, не бог и не герой. Мы наш! Мы новый мир построим! Кто был никем, тот станет всем! Это есть решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской. Вот, товарищи, что хотим вам сказать, что революция была нужна. Временное правительство никаким образом не могла с этим справиться. А если посмотреть в будущее, как вы себе это представляете? Временное правительство могло ли отправить Гагарина в космос? Да нет, чертов измей! Конечно же нет! Я в это верю абсолютно точно. Не могло время правительства привести нас к победе. Какой устал! Так, так, так. «Ведактор к interestau!» «Т murки hopefully нанят только» «Ав sungai» «Мне возможно занятие», этоnaments понимает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...